Речь пойдет о квадратах. Один из меликих примеров равнения x квадрат плюс y квадрат равняется n. Что это такое? Если вы нарисуете прямоугольник-прямоугольник с кальциями x и y и на его стороне нарисуете квадрат, то в теории Фагора площадь этого квадрата это как раз и есть x квадрат плюс y квадрат. Спрашивают, какие площади бывают у квадратов, построенных на гипотенузе прямоугольного треугольника? Или, другим словами, какой может быть длина этого отрезка? Если мы посмотрим на этот отрезок, то получается, что как раз нас спрашивают z это корень квадрата из n и каким же может быть число n. Есть абсолютно четкий ответ на этот вопрос. Мы его, разумеется, разберем подробно, причем даже не с такими способами, выясним. Более того, можно для любого натурального числа n узнать не только, существует решение у этого уравнения или нет, но и сколько таких решений. Если перейти в пространство, то та же самая задача даст нам, то есть если отрезок, у которого x это проекция на ось от ци, с y на ординаты z на аппликации, то в трехмерном пространстве, значит, корень z это длина диагонали пролепипеда, прямугольного пролепипеда со сторонами x, y, z. В четырехмерном пространстве будет такая задача. Ну, разумеется, если мы чуть-чуть изменим координаты, то есть войдем не под 90 градусов в оси, то будет расстояние вычисляться в теорию косинусов, мы получим более общую. В общем, есть много-много таких задач. Есть и другие уравнения. Вот уравнение вида x квадрат, минус d y квадрат равняется единице, называется уравнением пели. Произошло это по ошибке Эйлера, который когда писал книжку, почему-то ему показалось, что пели этим занимался. На самом деле, по-настоящему этим занимались фирма, некоторые люди до него, и вообще-то великое уравнение. Есть два случая. d является квадратом, и d не является квадратом. Если d является квадратом, то получается такое уравнение, где а какое-то целое число. а в квадрате. Оно предлагается на множители, и получается, что либо эти множители единицы, либо они оба минус единицы. Ну, если написать систему, то ее разумеется легко решить, и получится, что х равно единице, и у равно 0. Так вот складываем, получается 2х равно 0. И, соответственно, минус единицы, когда будут тоже, х будет минус единица, у будет 0. То есть, всего два решения. А вот если b не является квадратом, то, оказывается, у такого уравнения всегда есть бесконечно много решений, и они совершенно замечательным образом между собой связаны. В общем, это очень красивая теория, теория уравнения пели. Вообще, для меня лично вся эта история началась в 1998 году, когда я вместе с Вареньем Матручевым Сендеровым начал писать статьи. Там была статья про малую теремию ферма, про уравнение Пелле, огромное по размеру, и заодно про цепной дроби, конечно, пришлось рассказать, потому что эти уравнения очень хорошо связаны с цепными дробями. Была статья про сумму квадратов и целые гауссовые числа. Это было чуть больше 20 лет назад. И замечательным образом за это время я узнал несколько фактов, которые я тогда, 20 небольших лет назад, не знал. В самом конце прошлого тысячелетия я узнал о существовании дерева Калкингрива. Его называют дерево Штернгракоп, а правильно его надо было называть дерево алгоритма Иврин. Выглядит оно очень просто. Начинаем с дроби 1 на 1, и дальше, потом, каким правилом, выписываем все несократимые дроби, то есть, в числителе натуральное число, в знаменателе натуральное число, причем числа заняты простые, дробь несократимые. Оказывается, что алгоритм Евклида, известный с древних времен, может быть нарисован очень красиво. И это имеет отношение к квадратичным формам. А именно, это имеет отношение к книжке, которую я прочитал всего лишь 2 года назад, даже чуть меньше, конвейит квадратичные формы, данные нам в ощущениях. Эта книга абсолютно прощает рассуждения о квадратичных формах. Правда, не для любого количества переменных, а только для двух удается нарисовать такую простую картинку. Согласитесь, что это же похоже на то дерево. Здесь все время развилка на два направления, но и там тоже самое каждый раз развилка. Еще был лично у меня такой забавный эпизод, как статья о Вайлдбергере, которая объясняла гораздо проще, чем я это знал раньше, и чем в большинстве книг написано, что уравнения пельня есть решение, ну и как именно выглядят эти самые решения. И вот, ребята, это все крайне просто. красиво, настоящая математика. Статья Вайлдбергера, если понимать вот эту картинку, то является вообще ничтожно маленьким кусочком и очевидным кусочком этой картинки о квадратичных формах. А эта картинка откуда берется? она берется из совершенно замечательного суждения. Вот представьте себе, что у нас есть три кузнечика, которые сидят вот в таких трех точках, а дальше начинают играть перепрыгивая, чехарда или как это называют, идея. Вот у нас есть три точки, и вот этот кузнечик отсюда перепрыгивает сюда. После этого у нас есть вот такие три. Давайте, например, вот этот перепрыгнет дальше. Потом вот этот перепрыгнет остались три. Потом вот этот перепрыгнет ну и так далее. Вопрос, в какие именно три узла клетчатой бумаги смогут они попасть? Оказывается, если попытаться понять ответ твоей задачи, то вот такая картинка и будет. Я потом все это подробно понятно объясню. Это совсем все простые вещи, но они, например, делают крайне простым ответ на вопрос. Вот если написано конкретное уравнение, есть у него решение или нет. Разумеется, на это мы сумели отвечать и раньше, но вот это то, что я узнал в последние 20 лет. Повторяю, в этом скорее нет что называется великой науки в смысле новых результатов, но это позволяет рассказывать все настолько просто, что действительно можно 8-класснику то, что раньше считалось очень-очень тяжелой штукой. Уравнение х-квадрат то есть у квадрат равняется n. Там есть замечательная теорема Ферма Эйлера. Она была написана очень коротко Ферма в письме, потом Эйлер сумел правильно прочитать это письмо и изложил доказательства так, что его мог понять уже не только Эйлер, но и любой интересующийся математикой читателя. Вот поэтому и называется теорема Ферма Эйлера. Звучит она так. Если число простое, здесь не производим ограничения, а простое, то когда оно дает остаток 1 при делении на 4, то у этого уравнения есть решение в целых числах. Эту теорему можно доказывать разными способами, мы, конечно, обязательно поговорим о разных этих способах, но выяснилось, что если нарисовать вот такую картинку, квадрат, к которому пририсовать прямоугольники, можно назвать это квадрат с крыльями, можно это ветряная мельница, наверное, самое правильное это ветряной мельницей. Оказывается, если внимательно посмотреть на такую картинку, то тоже совершенно запросто получается доказательство теоремы Фермолейлера. Так, теперь давайте двигаться дальше. Что еще я здесь должен обязательно рассказать? наверное вот это. Смотрите, здесь половая единица, решение обязательно есть. Вот оказывается, если здесь написать минус 1, то решение не будет. Ну, методом конвейя это легко доказывается, и старыми способами, как решали сравнение Белля до него, тоже это не так сложно доказать. Но, тем не менее, удивительно, ведь на первый взгляд какая разница? 1-1. Вот. Другая штука. x2 плюс 82y квадрат равняется 2. Ну, видно, что у него нет решения в целых числах, потому что если вы берете здесь хотя бы по единице, то получается уже слишком много. А если вы берете здесь y равно нулю, то x квадрат равно вну, нет решения. А вот интересно, если минус поставить. Оказывается, решений тоже нет. Но по любому модулю решений есть.